Девушки отдыхают Мои хорошие, дальше уже нас сопровождает следующая река Это река Гега, как я ее водила Река Гега будет нас сопровождать до третьего туннеля У нас еще третий туннель После выезда с третьего туннеля там уже дальше будет следующая река Река-речушек, кстати, на какие-то республики Абхазии их 120 Из них средние реки это 40 рек Самые крупные реки в Абхазии у нас 5 рек Из них первая река, когда вы заезжали на теторию республики Абхазии Вы также проходили границу между Республикой Абхазией и Российской Федерацией Там есть река Псо И граница Псо также называет в честь этой реки Следующая река это река Лес наших горн выводят специально на больших грудовых машинах Но зато, друзья, везде в наших реках на территории Абхазии Есть рыба, барель, рыба усачь, также у нас сует заплывает Но еще мы можем сказать, что в Абхазии мы можем смело с наших горных рек, друзья, пить воду Вся питьевая вода в Абхазии полуминеральная Содержится половиной таблицы ментилева Все города на территории Абхазии это курортные города Также все города на территории Абхазии получают питьевую воду И именно с наших горных рек Мы воду, друзья, в Абхазии не хлорируем Ну что ж, это то, что касается реки Ресюшек и наших водопадов На территории Республики Абхазии На территории нашего национального реликтового заповедника Реса, Аладхов и заповедника А вот с этим рассказом мы уже с вами подъезжаем к третьему туннелю Третий туннель будет по сфере Будет проехать с нашей дороги А это этой дороги, по которой мы с вами едем 6 километров Но там дорога не такая идеальная, асфальтированная Она более такая грунтовая, экстремальная Туда можно доехать только на джипинге Ну экстремалы покоряют и Екский водопад Но Екский водопад, он, можно знать, второе место занимает После Молочного, после того водопада, который мы с вами увидим сегодня Ну и следующая река, которая здесь нас сопровождает Это уже река Гега Как я кажется, дегустировала Это река Юбшара, друзья Это река Юбшара уже нас сопровождает дальше Кстати, река Юбшара, она всегда красивая, прозрачная В любое время года и в любую погоду Никакие погодные условия никогда на цвет этой реки Юбшара у нас не влияют Сейчас река мы увидим, с правой стороны будет нас сопровождать Красивая река Юбшара, такая вот прозрачная Это потому, что река Юбшара берет свое начало в озере Лизы Кстати, это одна единственная река Юбшара, в которой в озере Лизы утекает Эту реку Юбшара я еще и назвала рекой Невидимка Как только река Юбшара берет свое начало в озере Лизы Через 2 км она уходит под землей на протяженность 2,5 км Если этот участок, когда вы питаете, пройти пешком, то там слышно шум воды Но реку Юбшара не видно, вот такая она у нас Невидимка Ну и также, уважаемые гости, обратите свое внимание на тот красивый растительный мир Который вас сопровождает, особенно рядышком с нашими реками Здесь действительно красивые обросшие мхом Наверное, вы уже заметили Мох образовался из-за высокой влажности Но и не только из-за высокой влажности Как говорят наши экологи Если бы экология была бы нарушена здесь на территории заповедника То сколько бы влажности тут не было, мхом бы ее не обросли бы Экологически чистый воздух Плюс высокая влажность до 100% И равно вот такой вот красивый мох А вот на территории нашего национального заповедника здесь Более 3500 разновидностей растений, друзья Из них 46 видов растений, которые являются реликтовыми То есть круглый год зеленые И около 100 разновидностей растений, которые являются эндемиками Эндемики это те растения, которые растут только на территории нашего заповедника И больше нигде в мире Сейчас я вам приведу пару примеров Например, с высоты от 1700 метров над уровнем моря до 2500 метров На этой высоте на территории заповедника у нас растут черные сельманы И начинают они буквально взвести из-под снега С конца мая месяца С цветовыми только остается месяца всего лишь черные сельманы А еще на территории нашего заповедника Есть цветочек-колокольчик Который мы называем царица Абхатка Флоры Наш колокольчик, его еще и называют удивительным колокольчиком Потому что в три года лишь один раз цветет Наш удивительный колокольчик, друзья Он так умело скрывается на территории нашего заповедника Что не каждому дано А лицезреться на нашу Колокольчик он цветет с августа по сентябрь месяц Еще на территории нашего заповедника Есть зелева, есть ягодная Которая плодоносится красными ягодцами Они поспевают уже в конце августа месяца Ягодки можно есть А вот косточки ни в коем образом Они смертельно ядовиты Из растительного мира в этом месте В основном нас сопровождают от лиственных деревьев А хвойные деревья уже будут преобладать С высотой 500 метров и более Это то, что касается флоры На территории нашего национального заповедника А про фауны, уважаемые гости Про животный мир Чуть попозже обязательно буду вам рассказывать Мы с вами уже подъезжаем К следующей нашей остановке Так что это из санкры Между лентими двумя скалами Расстояние всего лишь 22 метра Не более Я вам еще обещала С вчерашнего дня сделать Такую вот бонусную остановочку По ритмской трансе Это мужские слезы Водопад, друзья Девочки, помним, мы что так делаем Умываемся Желание загадываем Ну и пусть мужчины там Попробуют мужские слезы Я искусила 70% чачи И 30% рассола Женщины могут загадывать желания Или мужчины тоже Женщины только загадывают желания А то у нас у женщин два желания От наших женских желаний Тут мужчины и рыдают Там сейчас рыночек еще рядом Представляете? Можете сказать, чтобы я два раза рыдал? О, боже! Это знаете, какие слезы Женщины, эх, мужик А то те мужа, которые с собой Жен взяли А не надо! Это от счастья платишь Что рядышком с ними Такие вот бриллианты, цветочки Эх ты! Вот! Вот, смотрите, у них девочки Можете подойти А на этой высоте С левой стороны У нас будет Капелек не остается Потому что в это время года Водопад совсем умлее Даже капельки Вы не увидите В этом водопаде Так как на этой высоте Уже не будет Ни встал И ни в том, ни в том, ни в том На этой высоте Мы сейчас Будем резко подниматься На высоту 800 метров На дороге моря А на этой высоте С левой стороны Вас будет встречать Ажикарский корнист Но пока мы с вами Доедем до Ажикарского корниза Также я хочу вам рассказать Про животный мир На титре нашего Национального заповедника Животный мир у нас Делет на три зоны Третья зона Это дизменная часть заповедника И в основном Бывают перелетные птицы Самая богатая Животный мир Это вторая зона Это высота От 700 до 2500 метров Над уровнем моря На этой высоте Из животного мира У нас обитают Дикие кабаны Косули Волки Лисы Шакалы Белочки Медведи Но все крупные животные Начиная с весеннего По осенние месяца Они намного выше В горы поднимаются Это уже первая Альпийская зона Первая Высота Альпийскую Так мы называем С высоты От 2500 до 2500 До уровня моря На этой высоте Животного мира Можно сказать Круглый год Свои места обитания Не меняют Именно обитают На этой высоте Это Благородная День Северокавказский Альпийской зоне Также Уважаемые гости Наш кавказский Хребет До столицы Абхазии До города Сухол У нас высотой 3500 Метра На уровне моря А дальше Столица Абхазии Уже на титре Чемчирского Кварчалского района Наш кавказский Хребет Там уже Высотой Достигает 4400 На уровне моря Уважаемые гости Также на титре Нашего Национального Заповедника Здесь в советских Времен Очень много Кириков Снимали Кавказская Кринница Несколько эпизодов Из этого фильма Была снято Здесь В Кавказской Трансе 12 стульев 8 августа Связанная Своими Натусомитыми Событиями В 8 августа 2008 года Южная Синья А еще На территории Нашего Заповедника Снимали Последнюю Багады Если вы Пересмотрите По приезду К себе домой Этот фильм Снова Друзья Вы Обязательно Видите Знакомые Неска Которые Вы И посещайте На территории Национального Заповедника Это Юбшавский Конек Камин Мешок Который Мы называем Или же Скажем Вот эту Высоту Сейчас Камин Озеро Витка Там есть Описки Лука А в этом Мешок Мы поднимаем Высота 800 метров До Дорога Моря Посмотрите Внимание Сейчас Ахра Тихо Тихо Поедет Чтобы Вы Смогли Увидеть Суету Красоту Тихо Тихо Как я и говорила Во время Великой Отечественной Войны Тогда у нас Высоко В горах На высоте 2500 метров Над уровнем моря Все ожесточенные Бои Полные прогулки Там наверху На долину Семи Мы идем на озеро Мжа, как пишем маршрутом, так и на полных прогулочках можно дойти до этих красивых мест. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это был экскурсионный день в Абхазии, 7 июня. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо и пока! Субтитры создавал DimaTorzok